Белые розы для девушек, красные для молодых людей. На заседании представителей научной общественности, посвященном Дню Российской Науки, прошла торжественная церемония вручения ломоносовских стипендий студентам первых курсов, набравшим максимальное количество баллов по результатам единого государственного экзамена. Стипендия учреждена впервые, и примечательно, что все 19 стипендиатов студенты Северного Арктического Федерального Университета. Могу сказать, что это была неожиданность. Загадывать не буду, что произойдет, не знаю, но планирую окончить, поступить в магистратуру, а там с работой как получится. Для того, чтобы развеять сомнения относительно будущего, стипендии вручаются по образовательным программам, востребованным в рамках утвержденной президентом стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Поддержать ребят, которые пошли в этом направлении, дать им возможность ощутить заботу государства, это наша задача. У нас очень много спектров деятельности, которые носят в профессиональном плане такой титул инженер. И их работа сегодня особенно востребована. Но это не означает, что мы умаляем какие-то другие виды деятельности. Они остаются такими же важными, такими же почитаемыми и востребованы в обществе. Помимо первокурсников, в День науки не обошли вниманиями тех, кто служит ей уже долгие годы. Именные свидетельства были вручены победителям конкурса научных проектов «Молодые ученые по море-2016». Также губернаторских наград удостоились ученые, успешно защитившие в ушедшем году диссертации на соискании ученой степени доктора наук. Это говорит о том, что все-таки нашу работу, научную работу ценят. Ну и мы стараемся со своей стороны тоже, конечно же, выдавать результаты нужные для региона, чтобы они шли не на полку, а в работу. Результаты научной работы за прошедший год говорят сами за себя. Ученые САФУ успешно завершили выполнение 324 научных проектов с общим объемом финансирования более 230 миллионов рублей. Университет стал владельцем 34 патентов на изобретения и полезные модели. Начало текущего года также стало весьма продуктивным. Три научных проекта САФУ выиграли гранты Миноборнауки в рамках конкурсной части государственного задания. Объемы финансирования от 4 до 6 миллионов рублей. Каждый проект рассчитан на три года. Один из них – антиоксидантный природный комплекс арктических бурых водорослей профессора Константина Боголицына. Связан с изучением методов выделения полифенольного комплекса арктических бурых водорослей как антиоксиданта фармакологического назначения. Это и комплекс жирных кислот. Это уникальный комплекс жирных кислот, так называемый комплекс омега-3, омега-6, который у всех на слуху, наверное, да, и по телевизору реклама идет. Вот комплекс омега-6, пожалуйста, применяйте, вот омега-3, применяйте для тех или иных лечебных целей. В наших бурых водорослях содержится как раз такой комплекс вот этих жирных кислот, которые не встречаются больше нигде. Вещества, входящие в эти группы соединений, как антиоксиданты, могут использоваться в различных медицинских направлениях, в том числе как противораковые и противоопухолевые средства. Кроме того, вот в предварительных, опять же, исследованиях мы показали, что еще содержится одна группа соединений. Это полифенольная группа, она тоже уникальная. Иммуномоделирующие противовоспалительные активности бурых водорослей уже заинтересовались не только исследователи, но и бизнес-сообщество, что в перспективе существенно расширит спектр производимых биологически активных веществ фармакологического назначения из местного сырья нашего региона. Дмитрий Косяков, директор Центра коллективного пользования научным оборудованием «Арктика», представил проект «Новые методы аналитического контроля приоритетных экотоксикантов Арктического региона». С одной стороны, это обследование различных территорий на содержание тех или иных опасных загрязняющих веществ для оценки антропогенного воздействия. С другой стороны, мы разрабатываем сами новые методы и методики высокочувствительного определения очень критичных, очень важных загрязнителей окружающей среды и в том числе ориентированные на экологический мониторинг арктических территорий. Комплекс новых методик даст возможность оценивать уровень антропогенного воздействия на природу как российских промышленных предприятий, так и трансграничных переносов отравляющих веществ из других стран. Созданные методы позволяют накапливать базу данных и дальше это позволит смотреть в динамике, как год от года развивается ситуация, как развивается ситуация на больших территориях, если мы накапливаем информацию по огромной территории, там несколько сотен тысяч квадратных километров фактически. Вот эта работа, конечно, она далека от завершения, ее невозможно сделать за один или два года, и есть какие-то первые результаты, но они относятся скорее к экологам, да, надо спрашивать уже специалистов-экологов, что это им дает. Главный научный сотрудник САФУ Иван Болотов представил на конкурс проект «Эволюция и расселение животных в условиях экстремально холодного климата Арктики» комплексное исследование с применением маркеров митохондриальной ядерной ДНК. Те реконструкции, которые будут сделаны, это, да, будет сделано впервые. До этого делались подобные реконструкции по древней ДНК. То есть брали мамонтов, значит, вытаскивали ДНК оттуда. Она, конечно, очень фрагментированная, то есть ДНК – это длинная молекула, да, вот, а когда она полежит там сотню, там, тысяч лет в мерзлоте, она рассыпается на короткий фрагмент, там, по 300, по 200 пар нуклеотидов. Раньше это невозможно было сделать, а сейчас есть приборы на базе иллюмины, то есть, грубо говоря, это электронный микроскоп, совмещенный с хроматографом, ну, если очень примитивно говорить. И он за один пробег может считать вот все эти вот кусочки, которые там в смеси есть, ну и геном расшифровать, да, скажем, мамонта, там, кого-нибудь еще ископаемого зверя. Вот это финансируют штаты, потому что это сверх там наука и так далее. Поэтому мы здесь вот, ну, неожиданно совершенно получили очень активную реакцию оттуда. У нас уже человек 20 там вот коллабораторов, которые очень заинтересованы в том, чтобы вот как-то обобщить те данные региональные, которые у них есть. Как известно, в истории Земли уровень мирового океана не раз повышался и понижался, образуя сухопутные мосты, по которым шел обмен фауной между регионами. Результаты исследований будут иметь значение для реконструкции истории формирования животного мира на двух континентах – Евразии и Северной Америке, по Берингии на востоке и по Североатлантическому мосту на западе. В экспедициях будут исследованы территории Восточной Азии, Канады, Аляски, Исландии, Гренландии, Ньюфаундленда и Лабрадора. Обобщением таких исследований в макромасштабах еще не занимались, поэтому итогом экспедиционной и лабораторной деятельности станет компьютерная модель на основе новейших молекулярных генетических методов, собранная на компьютерах САФУ и Сан-Диего и объединяющая теоретические представления о путях и источниках формирования фауны Арктики. Мы объединим людей, специалистов из отдельных организаций, потому что в ряде организаций есть специалисты, кто, скажем, какой-то contribution может внести в наш проект. Ну и таким образом, опять же, для нас это будет очень важно, потому что мы таким образом обозначим себя как лидера арктических исследований в контексте биогеографических реконструкций, в контексте биогеографии и в контексте суперкомпьютерного моделирования этих процессов. Наука всегда являлась основной движущей силой прогресса, важнейшим ресурсом развития национальной экономики, медицины, образования и социальной сферы. Поэтому от достижений ученых напрямую зависит не только экономический рост и создание высокопроизводительных рабочих мест, но и качество жизни миллионов людей. Алексей Макеев, Сергей Земских, Медиа-центр САФУ, Арктический мост.